Привет! Я сейчас в отпуске, прилетела навестить своих родных и близких, и сейчас я нахожусь у бабушки, а у неё хранится папка с моими старыми работами. Тут, конечно, не совсем всё, что я когда-либо рисовала, потому что в какой-то момент я по глупости очень-очень много рисунков учебных выкинула, о чём сейчас жалею. Но, тем не менее, тут тоже неплохая такая папочка собралась, и сейчас я вам покажу, как я рисовала, немножко расскажу о своём пути. Вот, например, вот это вот, это моя самая-самая первая масляная работа масляными красками, 2015 год. Вот, я очень хотела научиться рисовать масляными красками, и ходила вот в мастерскую к преподавателю, и вот это была вот моя самая первая проба пера. Вот. И мне она даже нравится. Не знаю, что-то в этом есть. Она такая вот прям как будто бы старинная, но я ей, правда, уже достаточно много лет. Вот. Но, тем не менее. Вот. Начало моего пути в масле. Ещё я нашла вот такой вот скетчбук. Давайте его немножко полистаем. Так, тут у нас, опа, цветочки. Кстати, ну, какие-то волосатенькие, пушистые. Вот. Вот. Так, какие-то скетчи в основном. Вот. Потому что потом вот Муранова, 2019 год. Тут бумага совершенно не для аквареля была, но всё равно. Ну, тоже какие-то... Это я эскиз рисовала к работе маслом. А это я рисовала эскизы к работе акварелью. Тут тоже всякие эскизы разные. И это тоже за рисовки эскизы. Вот. Я боролась с окошками. Вот. Это тоже эскиз в большой работе. Она висит у мамы. Я, когда к ней зайду, подсниму на видео вот эту работу, потому что она мне очень нравится. Это вот я разрезала свою хризантему по имени Бенедикт. Она у нас росла дома в коржке. Сейчас её нет. Она, по-моему, пересажена на дачу. Но вот мне нравятся вот эти фрагментики акварели. Поэтому я их, наверное, оставила. Но почему разрезала, не помню. Так. Тут что? Вот. Тут тоже я вырвала из какого-то блокнота. До сих пор помню, что это вот... То, что выпало в осадок, это мов-краска, по-моему, от шминки. Или от Винзера Ньютона. От Винзера Ньютона. И вот мне так впечатлило вот это вот смесь с зелёным. Очень красивые были. Вот. Извините, я снимаю с руки. У меня нет сейчас штатива. Вот. Поэтому буду немножко потрясывать, наверное. Тут тоже вот палитра, эскизы были. Но в итоге скишбук был и пустой. Начнём от маленького к большему. Так. Первое, что нас тут встречает, это вот такие вот открыточки. Я их делала с помощью Лены Гравюры. Отпечатывала вот штампики, которые сама вырезала. Вполне себе неплохо смотрится. Я их хочу себе оставить. Забрать с собой в качестве закладок буду использовать. Вот. Вот это моя гуашь. Самые такие первые попытки. Тут ещё гуашь. В основном фирма Мастер-класс. И одна единственная розовая от Виндзора Ньютона. Вот. А бумага всё та же. Техника изменилась, краски изменились. А бумагу для гуаши я до сих пор вот эту использую. Знаете, мне нравятся эти старые работы гуашью. Я очень их люблю. Потому что тогда у меня прям случилось какое-то открытие гуаши по-новой. Я её терпеть не могла в художке. Вот. А тут прям 2020 год. Незадолго до моего переезда. Так, это была масляная пастель. Тоже самое-самое начало пробы масляной пастели. Это хурма. Да. И вот тут мне вот прям нравится, как получилось. Но бумага вот эта была для масляной пастели прям очень неудачная. Так. Это просто очень-очень маленький этюд шиповника. Раньше очень любила рисовать цветы и ягоды шиповника. Вот. Вот такая у меня и штука. В каком-то марафоне я участвовала и рисовала там по теме марафона. Эти небольшие вот такие вот штучки, это эскизы для линейной гравюры. То есть я потом вырезала штампы вот такие. Это я делала без карандаша, просто кистью сразу. Вот. Это был какой-то эксперимент с фактурами, с материалами. Не знаю, тут я покрывала какой-то фактурной пастой, что-то там затирала в нее краску. Как-то, в общем, экспериментировала. Так, тут дальше вот эти вот для штампиков эскизы. Вот такие вот. Еще вот такой вот листик у меня есть. Опять эскизы для штампиков. Это вот тот, чем я занималась вот перед переездом. Вот эти мне очень нравятся. Они даже вместе удачно смотрятся. Тоже для штампиков. И это тоже. Ну вот эти уже не очень удачные. Вот такие вот. Это, по-моему, была какая-то тушь. Ну, в общем, все без карандаша. Тренировка делать какие-то вот красивые силуэты кистью. Вот это мне нравится. Очень полезное упражнение, кстати. И вот это тоже. Вот, а это как раз-таки уже отштамповано. Вот. И это бумага, которую я сама делала. Из кусочков старой бумаги, в общем. Из-за того, что она не очень ровная. Отпечаток вот здесь получился не очень хороший. Вот тоже. Мне так нравится вот эта бумажка, конечно. Надо снова попробовать делать. Но на ней, допустим, акварелью не порисуешь. Я пробовала. Она прям как промокашка получается. Ну, естественно, тут какой-то там проклейки нет. Я просто блендером взбивала воду с бумагой старой. И потом вот она где-то толще, где-то тоньше. Ну, в общем, был тоже эксперимент. Так. Вот еще такая гуашка. Одна из ранних. И тут еще, по-моему, какие-то мелкие я добавила. Тоже гуашь. Вот я говорю, засевала розы, потому что у меня был розовый Твинзор и Ньютон, который мне очень нравился. Он был гораздо ярче, чем вся остальная гуашь, которая у меня была. И поэтому у меня такой вот фон приглушенный. И такой вот яркий цветок. Так. Это тоже какой-то цветок, который у меня роз на даче. Гуашью тоже. Надо поближе. Так. Мне нравится. Вот еще такой вот есть. Теперь немножко акварели. Это вот тоже с Муранова. Это масло. Ну, такое. Мне не нравится. Я вот пробовала как-то таскать с собой этюдник маслом с натуры. Писать. Это вот Царицыно было. Ну, в общем, неудачно. Это вот я пробовала сделать. Ну, ничего. Такой вот осенний. И, ну, не то, что я хотела. В общем, получилось. Как бывает очень часто. Так. Это эскиз. Я рисовала работу с цветением Некатерина для конкурса. И это была проба. Я хотела сначала сделать фон черным, но поняла, что он здесь не очень красиво смотрится. И в итоге фон был белый. Потом покажу эту работу уже готовую. Вот тоже небольшой этюд без карандашей, без всего. Это графит. Да, графит. Водорастворимый. Ну, вот тоже тут, по-моему, акварель. Какие-то карандаши мелкие. Поцелу. Есть у меня вот такая зарисовка. До сих пор помню, как рисовала с натуры на даче эти нарциссы. И это 2009 год. Мне было 13 лет. Получается. В общем, вот. Это, наверное, самая старая работа отсюда. Это была какая-то тоже подготовка к композиции. Эскиз деталей какой-то к композиции в институте, вот, которую мы делали. Вот. Так. Что? Это тоже водорастворимый графит. Очень любила им рисовать, когда он у меня только появился. пионы. Тоже с дачи, тоже с натуры. И снова акварель. Это 2019 год. И в 2019 я очень активно рисовала акварелью. Но это был, вот, по-моему, 2019, начало 20-го. Последние, вот, мои какие-то акварельные попытки. Потом я перешла на гуаши и масляную пастель и другие материалы самые разные. Вот, подустала я тогда от акварели. Сейчас вот снова только-только начинаю к ней потихонечку возвращаться. Но вот раньше на пленэр, если я выходила, то только с акварелью. И вот это был пленэр. Также у меня есть вот такая вот работа. Она для меня очень памятная. Я ее с собой заберу, наверное. Это 5 сентября 2019 года. Какое-то время с моим уже мужем мы общались по интернету, переписывались, по телефону разговаривали. А 1 сентября 2019-го он прилетел в Россию. И мы с ним познакомились уже вживую. И, в общем-то, мы гуляли по парку в Москве. И решили поехать на пару дней в Питер, потому что в Питере он никогда не был. Купили билеты. И вот буквально через пару дней мы уже были в Питере. И я захотела с собой порисовать, потому что, в принципе, у меня была такая привычка брать с собой маленький набор акварелей и блокнот. Но никто никогда не разделял со мной мои интересы. И поэтому рисовала я всегда в одиночестве. А он как-то... Ну, я спросила, можно ли я мы там сидели вот напротив этого вида? Я говорю, можно ли я порисую? И он сказал, конечно, рисую. И наблюдал с интересом, с удовольствием. Там, задавал вопросы, сделал мне пару фоток красивых, как я рисую. Вот, найду сюда, вот, ставлю. в общем-то, до сих пор так получается, что почти на все мои пленеры он ходит со мной. Вот, и наблюдает, как я рисую. Вот. Первый человек в моей жизни, кому это было интересно. В общем, поддержка, это очень важно, потому что 2018 и начало 2019 я рисовала мало очень. А вот, как раз таки, вот, с мая 19 2020 2021 я начала рисовать гораздо больше благодаря вот этой вот поддержке. Так вот, еще одна работа гуашью. Так, и еще одна работа гуашью. Вот она мне нравится, кстати, прям, тоже можешь заберу, какие-то работы заберу с собой. Вот мы уже видели такой же пейзаж. Это все с того же пленера, просто две попытки. Так, и сейчас я его найду. Вот. Я не помню, какая была первая, по-моему, это первая, а это вторая. В общем, я люблю, и уже раньше тогда любила рисовать одно и то же, несколько раз. Тут вот тоже гуашь. Уже пробую пейзажи. Сначала начиналось цветов, а потом перешла на пейзажи. И вот еще один этот пейзаж, и вы еще его встретите. Смотрите. да, 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 это он. Не знаю, просто любила доводить вот какой-то мотив не до идеала, а вот просто пробовать его в разных материалах, в разных каких-то вот техниках. и вот если там была акварель, я вот попробовала. Мне понравился, допустим, результат вот здесь, да, на второй работе. Потом попробовала гуашь. Дальше будет еще один вариант. Так, это акварель тоже. Тут не написан код, поэтому, но это тоже вот 2019 какой-то. Вот такая вот небольшая зарисовочка. Опас, 2017 по-моему. Так, груша. Недавно я вот как раз-таки, когда снова возвращалась к акварели, первое, что я нарисовала, это груши. Вот это груши 2017-го. Второе. Не знаю, вроде неплохие получились. Вот у меня тогда получалось как-то такая вот прозрачная, прям акварельная акварель. Сейчас что-то у меня с этим сложно. Так, это что-то типа ботанической иллюстрации, но она вот такая вот очень неудачная. 2019 год. Да. Вот тут что-то пробовала веточки рисовать красивые. Хлопок лаванда. По-моему, тоже 2019-й. Ну, это вот все один период. Незаконченная работа. Но цвета мне нравятся. Я еще тогда такой прям подробный рисунок делала. Вот здесь видно. Сейчас я практически не рисую рисунок. Так, вот 19-й тоже шиповник. И этот шиповник. Ну, 2017-го года. Так, тут 16-й год. Ну, это такой пик моей любви, как варели, наверное. Вот 16-й, 17-й, потом 18-й, начало 19-го я забросила и с 19-го опять начала. Но потом появилась гуашь. 17-й год. Так, это масло. В ботаническом саду. Был вот такой потрясающий цветок, я его нарисовала. Но у меня тут немножко вот какие-то дырочки, подлетала краска. Ну, в общем-то, когда я эту работу нарисовала, я была довольна. А сейчас и потом нет. И видите, уже знакомый пейзаж. Это, кстати, нарисовано маслом, но тут был эксперимент. Я хотела нарисовать что-то маслом, но так вот акварельно. То есть используя жидкие краски, то есть в отражении я вот тут использовала сильно разбавленные краски. и кое-где наносила как бы вот воду такими уже объемными мазками. И само здание делало уже более объемное. А небо опять же такое полуакварельное. это по-моему тоже было мураново. И это незаконченная работа тоже эксперимент. Пыталась делать какие-то фактурки и пыталась что-то пробовать делать акрилом, акрил у меня тогда не пошел. Ну слушайте мне нравится что у меня тут получилось. И даже цветок можно было бы доделать красиво такое. но я не доделала. Сейчас уже точно не буду. Вот это тоже незаконченная акварель. Потому что мне не понравилась бумага. До сих пор помню. Это какая-то была фабриана. И вот после этого листа у меня фабриана не ладится. Не хочу даже пробовать. Не знаю. Прям она меня очень сильно разочаровала. тут было все гораздо ярче. Но мало того, что побледнело, так еще вот такие вот белые пятна. Может брак какой-то, не знаю. Это вот кстати очень ранняя работа. Тут нет даты. Но это я рисовала, когда в художку ходила. Тоже на какой-то тоненькой бумажке. И я так гордилась этим виноградом. Но когда я показала это преподавательнице, она не оценила. Вот я расстроилась. Я очень старалась и я прям гордилась им. Вот это тоже современ художки, это я рисовала дома самостоятельно. Вот помните ту зарисовку нарциссов сдачи 2009 год. Вот это тот же год. После зарисовки я сделала вот такую акварельную работу. Вот а это вот по эскизам, которые были в скетчбуке. я рисовала питерский дворик, питерский домик. Вот и тогда я боролась вот с этими окнами, чтобы они у меня были симпатичные. Мне понравились, как получились тени. так. потом я делала вот это. Окна у меня все еще не получились, мне очень понравилось вот тут, вот как у меня все вышло. Вот и тени тоже неплохие. Вот это небо, которое подтекает на дом. В общем, что-то в этом есть. такую вот работу рисовала. Тоже неудачно. Это, кстати, вот тогда бумага появилась, этот баухонг, я ее попробовала, и она мне прям нравилась, в принципе. Это эта работа не дорисована, но она мне прям понравилась вот так, как она есть, и я не хотела ее портить. Опять же, видите, как подробно я там прорисовывала карандашиком каждый листик, каждый лепесток, и прожилочки даже, но мне вот прям нравится, как она вот выглядит, и вот эти вот листья мне прям нравятся, но по-моему это должно быть вот так. Да, вот так. он у меня лежал вот на столе. И не знаю, вот была вот же вот такая вот легкость у меня в акварели, вот она у меня вот так вот растекалась, и я как-то прям не знаю. Сейчас у меня так не получается. Так, это вот я пробовала портрет акварели, это мой любимый музыкант Эксел Роуз из группы Гансен Роуз была на их концерте два раза. Я мечтала попасть за свою жизнь хотя бы один раз на их концерт, а уже было два. Вот, и вот я попробовала одним цветом, это, по-моему, тинт нейтральный, в общем, вот. Ну, это тоже был какой-то вот, по-моему, 18-19 год, что-то такое. Так, вот, здесь у меня то, что я тоже хочу с собой забрать из рисунков. Сейчас достану. Вот, это цветение нектаринов. Вот, такое, чебе. Тоже, по-моему, тинт, нейтральный акварель. Ну, вот, нравился мне этот цвет. Он какой-то такой не черный, не серый, немножко фиолетоватый. И, в общем, вот эта работа я прям долго рисовала, прям прожилочки, вот это все в стиле вот ботанической иллюстрации. И я ее с собой заберу, и ухожу прям в рамку и, наверное, себе в комнату повешу. И еще одна такая очень важная для меня работа. Вот, в Питере я рисовала было 5-е, 09-е, 2019-е, а это 7-е, 10-е, 2019-е. То есть, после Питера через месяц буквально мы приехали с мужем в Сочи. И вот это я рисовала там. И вот эту работу заберу теперь с собой, мне она очень нравится. Люблю ее. Тоже повешу себя в комнату, никому не она. И у меня тут затошел отхраняться вот такие выкраски акварели Дэниела Смит. Не знаю, почему тут ничего нет. Вот. Что-то я так и как-то не прониклась этой акварелью. тогда вот купила, чтобы все попробовать. Ну, я как-то смотрела цвета, выбирала какие-то. Но в итоге купила стандарт Монглоу и еще что-то такое. Очень вот этот, по-моему, каскад грин. А остальное как-то... Ну да, есть красивые цвета, но я какими-то другими фирмами пользовалась на тот момент. Вот такая вот есть работа у меня с колледжем, но я не знаю, почему. Это единственное, что у меня вот сохранилось. Один вот из таких вот букетов. А остальное я не помню, что, куда я делала. По-моему, я выкинула. Использовала на палитре еще что-то. Не помню. Хотя не должна, там были какие-то работы, которые мне нравились. Ну, в общем, не помню. Что у нас еще тут? Вот такие вот пионы. Большая работа. Сейчас я такие форматы не рисую. Давно не рисовала. Вот. Прям тоже долго и эскиз делал, композицию там продумала все. Вот. и тоже с натурой рисовала. То есть, прям покупала пионы. И вот такие еще горы. После того, как я приехала в Сочи. Я была, конечно же, очень впечатлена. У меня была куча фотографий. И я вот такие горы нарисовала. вот как у меня раньше получалось вот такое, вот такое. Прямо все. Не знаю даже. А вот это вот энкаустика. Я вот ходила на курс по этой технике. И потом вот дома сделала несколько картин мне. И вот это вот мне прям очень нравится. Мне нравится ее рассматривать, трогать. Она такая очень приятная. Ну, как воск только такой. Не мягкий, очень твердый. Вот какие-то вот такие вот разводы красивые. Вот такие вот моменты. Прям мне очень нравятся вот эти вот степельки. В общем, не знаю. Прям люблю эту работу. Но ее с собой скорее всего не повезу, потому что она прям такая большая, тяжелая. Вот у моей бабушки еще есть вот такая картина. это моя третья картина масла. То есть первая была вот так рынка с гранатом, которую я вам показывала в начале видео, а вторая была еще какая-то. У меня ее нет, я ее подарила. И вот это третья. Очень ее люблю. Когда-нибудь хочу продолжить серию работ в таком стиле. Вот это такая голубоватая немножко работа в таких холодных тонах. Хочу сделать нечто подобное, тоже какой-то такой интересный натюрморт, но в разных гаммах цветовых. Может быть когда-нибудь я дойду до этого, потому что эта идея живет уже у меня очень-очень давно. вот с написанием этой картины.